Живее Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру! И вот хотел бы ответить на такой вот комментарий, который мне показался очень интересным и даже смешным. Вот привожу этот комментарий. И вот в этом комментарии одна не очень продвинутая особа сказала, мол, это с Утроины вещает нацист. Меня назвала нацистом. Вы вдумайтесь, человек, который никогда вас не призвал к ничему плохому, относится к любым нациям, к любым гражданам, к любым странам одинаково. Человек, который за мир, грубо говоря, во всем мире, она меня назвала нацистом. И вы знаете, это самое, так сказать, самое поразительное, то, что действует вот такая вот пророссийская пропаганда. Пропаганда вот эта, которая фактически, как я и раньше в ролике говорил, что пропаганда делает из людей человека, человека волком. Вот одного называют нацистом, другого якобы патриотом для того, чтобы сталкивать нас с лбами. И я понимаю, что это какая-то лукоботинг или еще Путина бог какой-то, но не столь важно. Столь важно, что вот так вот нас разделяют человека, который фактически за мир, за благополучие, за то, чтобы все жили хорошо и сытно и мирно, назвать нацистом, поставить какое-то клеймо ему. Ну, это вот так вот действует российская пропаганда. И ответил я на это все, на этот комментарий. Не заради того, что так-то меня он задел, мне откровенно пофиг. Но я хотел показать примером, так это все действует. Как один гражданин другого может назвать нацистом. И те люди, которые вчера работали, грубо говоря, рута об руку, сегодня друг друга, друг другу становятся врагами. Один другого называют нацистом, фашистом, БЧБ нацистом и тому подобное. Этот ад работает пропаганда путинская, Путина-Гебельсовская. Это мое такое мнение. И я хотел специально этот ролик записать для того, чтобы показать людям, что из мирного человека, из человека, который за мир и против любого насилия, можно лепить нациста. Но пусть продолжают лепить. Даже интересно, кто тоже я зверский нацист? У меня даже, вот смотрите, под шапками какое-то клеймо нациста. Так что бойтесь, лукоботы и путиноботы.